Если в цепи протекает переменный ток, то он может проходить через конденсатор, включенный в схему, содержащую источник переменного тока U и активное сопротивление R. В этом случае напряжение на R будет равно I от T умножить на R, а напряжение на C будет равно Q разделить на C. Очевидно, что заряд на обкладках конденсатора связан с током через производную I от T. И записав правило Киркоффа, сумма падений напряжения и разности потенциалов равна сумме ЭДС. Получим такое выражение. Искать отсюда мы сможем найти, ну, поставим вместо тока, значит, это выражение. У нас тогда получится R DQ по DT плюс Q разделить на C равно U. Используя метод комплексных амплитуд O, заменим через O нулевое, E в степени и омега Т. Если мы ищем заряд в таком виде Q равно Q нулевое на E в степени и омега Т, то ток у нас будет здесь, а нам ток пока не важен, нам важно Q. Поэтому сейчас сюда его подставим. Это у нас будет Q нулевое разделить на C. При дифференцировании E в степени и омега Т, а мы пока ничего не дифференцируем, разделить на C, а здесь будет E в степени и омега Т. А здесь у нас получится R и производная от этой величины. Когда будем производную брать, здесь у нас получится и комплексная единица, и частота при дифференцировании вынесется. А здесь будет стоять Q нулевое, E в степени и омега Т. В любой момент времени это равенство у нас выполняется, поэтому E в степени и омега Т можно опустить. И тогда у нас здесь будет Q нулевое на I омега R плюс единица разделить на C равно Q нулевому. А нам бы надо связать ток с напряжением, поскольку по закону Ома и амплитудное значение тока должно быть равно амплитудному значению напряжения, деленному на комплексное сопротивление. Поэтому мы сейчас перейдем от заряда к току. Ток у нас будет связан с зарядом. Мы должны будем претиверенцировать, поэтому I омега Q нуль, E в степени и омега Т. Значит, Q нуль, E в степени и омега есть. Если мы еще это I омега сейчас сюда вынесем, то у нас получится I омега Q нуль, R, плюс единица на I омега С, равно U нулевому. А эта величина у нас будет равна, очевидно, амплитудному значению тока. Комплексная амплитуда. Поэтому комплексная амплитуда умножить на реактивное сопротивление, R плюс единица на I омега С, равна U нулевому. Вот это, в этой цепи у нас активное сопротивление будет, как и раньше, равно R, а емкостное сопротивление будет равно единице на I омега С. Если мы захотим найти напряжение U, С, то оно у нас будет выражаться таким соотношением. мы должны будем X, С умножить на ток, на амплитуду тока. При этом у нас U, С, для того, чтобы здесь у нас I не стояло, мне мои единицы в ознаменателе, мы умножим, разделим на I, используя такое выражение, единица на I равно минус I. если мы умножаем на I и делим на I, I в квадрате будет равно минус единицы, а здесь I останется в числителе. Поэтому минус I, единица на омега С и нулевое. Напряжение на емкости, на векторной диаграмме, будет по отношению к оси токов, ось токов, куда у нас будет U, R направлена, минус I. Если I мы изображали здесь, то минус I у нас будет в отрицательной области. Поэтому здесь U, С, будет направлена вниз. И поскольку на векторной диаграмме векторов вращаются против часовой стрелки, то U, R будет опережать. Соответственно, напряжение на U, С отстает по фазе. Насколько отстает? На Пи пополам. Отстает по фазе на Пи пополам от тока.